Всем привет, с вами Болотимиров. В пятницу вышло мое расследование на кыргызском языке. На него ответил даже президент. Сегодня вкратце расскажу о расследовании и отвечу на вопросы, которые возникли после расследования. Итак, поехали. О чем же было расследование? Я рассказал о том, что президент Садир Джапаров обосновал поднятие тарифов до 40 сомов борьбой с коррупцией. Вот что он говорит. Сколько платится наличными никто не знает, по сути попадает в карман водителя, поэтому каждый житель покупайте карту и платите безналично по 17 сомов. Неужели вы не можете хотя бы так внести свой вклад в то, чтобы исчезло воровство и коррупция? Садир Джапаров. А это выдержка из ответа пресс-службы президента. Болотимиров сразу как вышел пост главы государства слепил новое расследование. Попытался все привязать главе государства. Он говорит, что президент поддержал повышение тарифов. Если посмотреть пост президента, там говорится, что стоимость за проезд будет сохранен. Единственное, президент говорит о переходе на безналичный расчет, сказал Асхат Алогозов. На их желчные высказывания я уже не обращаю внимания. А теперь по сути. А по сути президент как раз оправдывает повышение тарифов при оплате наличными. И слова Асхата, что стоимость будет сохранена, манипуляция под названием частичная правда. Давайте вспомним, что было при прошлом таком же повышении тарифов. Неожиданный поворот с ценами на проезд в Бишкеке. С 30 января в столице повысят тарифы на проезд. Мэрия заявляла, что если воспользоваться приложением Мегапэй при оплате, то вместо 17 сумм цена за проезд составит 11 сумм. Акция оказалась временной. В госкомпании заявили, что она продлится по 10 марта. Теперь то же самое. Обещали, что безналичными цена не изменится. А в итоге тарифы поднялись как наличными, так и безналичными. Что еще же было в нашем расследовании? Мы показали учредителей компании, которая реализует проект карты Тулпар. А реализует его ОСО БПЦКГ. Учредителями БПЦКГ является Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие и еще две частные компании. ОСО прогрессивной технологии Бишкек принадлежит российскому гражданину Закирову Джурату Шакировичу. А вторая компания – это компания, зарегистрированная на кипрском офшоре. Пресс-служба на это ответила, мол, этот проект появился в 2019 году, еще при Диэмбекове, причем тут Дяпаров. Действительно, тендер был проведен в 2019 году и выиграла тогда швейцарская компания, которую связывают с российским олигархом Анатолием Логиновым. Швейцарская компания BPC-AEG предложила низкую цену транзакции 49 тыинов, бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки-партнера Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов, успешный опыт реализации подобных проектов в других странах. Мэрия города Бишкек пять лет назад. А уже при Садыре-Дяпарове в 2021 году мэрия подняла тариф на общественный транспорт с 8 сомов до 11. Спустя несколько месяцев, 2 февраля 2022 года, БПЦ КГ прошла перерегистрацию, но ни в составе учредителя, ни юрадрес, ничего из открытых данных не изменилось, что означает, что изменились доли учредителей или устав. Раньше, чтобы месяц ездить в общественном транспорте, мне хватало 480 сомов. Сейчас нужно на это тратить 660 сомов. С 1 ноября тарифы в общественном транспорте выросли. А уже в марте 2022 года в кипрской компании зафиксирована передача акций, то есть кто-то получил или увеличил свою долю в офшорной компании. И это не единственное такое совпадение. 9 ноября 2023 года мы видим еще одну передачу долей офшорной компании. Спустя несколько месяцев мэрия поднимает тарифы с 11 сомов до 17. В Бишкеке с 30 января повысятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом напомнили в мэрии. Для основной категории пассажиров с завтрашнего дня проезд будет стоить в троллейбусе при безналичной оплате 17 сомов, наличными 20 сомов. В это же время пресс-служба мэрия заявляла, что мэрия Бишкека подписала дополнительное соглашение с так называемой швейцарской компанией по проекту Тулпар. По ее мэрии данным, теперь половина проекта Тулпар принадлежит мэрии. Это даст возможность на равных контролировать эксплуатацию существующего оборудования на муниципальном транспорте. Но по данным Минюста в ОСОБ и ПЦКГ никаких изменений, в том числе долей учредителей, в 2024 году не было. Зато мы знаем, что эти изменения были на Кипре. То есть с каждым повышением цен на тариф изменяется чья-то доля в кипрской офшорной компании. Офшорная компания на то и офшорная, что владельцев мы не знаем. В начале года я рассказывал, что пока племянница Садыра Джапарова меняет дорогие машины как перчатки, ее ровесницы, нашей расследовательницы Айке Бешикеевой, взломали аккаунт карты Тулпар. Мы тогда выяснили, что данные Бешкигчан защищаются только номером телефона. Других способов защиты нет и отказались от использования карты. А спустя несколько недель до Майке ворвались сотрудники МВД с обыском и арестовали ее. В настоящем соответствии с законом Кыргызской Республики свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ОСОББЦКГ. Каждый, кто покупает и регистрирует карту Тулпар, автоматически удостоверяет это соглашение. То есть наши данные, наше передвижение общественным транспортом мы предоставляем компании с иностранным участием, российским гражданинам и секретной офшорной компанией из Кипра. И это не в первый раз, когда мы обсуждаем этот вопрос. Та же система «Безопасный город» находится в руках российской компании «Вега» и наши данные в ее руках. А теперь зададимся вопросом, почему поднятие тарифа и карта Тулпар лоббируется на самом высоком уровне. Сам Садыр Джапара в своем посту в Фейсбуке говорит о том, чтобы мы покупали карты Тулпар. Но кто же получил долю в офшорной компании на Кипре? Мы уже замечали тенденцию. В государственных проектах, которые президент открывает или посещает, неожиданно оказывались следы его окружения, друзей его сына или людей, управляющих делами президента Канебека Туманбаева. Это завод модульных конструкций в Балыхчи. В 2022 году его посещает президент Садыр Джапаров. Завод «Модельхаус» был зарегистрирован в Министерстве юстиции в феврале 2022 года. Одним из учредителей является Тохтобеков Элеман Суимбекович, близкий друг сына президента. Это подтверждает в том числе и то, как его записывают в телефонах других людей. Элеман плюс Досу, Садыр плюс Элеман плюс Рустам. И для того, чтобы у нас у всех точно не было никаких сомнений, откроет ли офшорная фирма состав своих владельцев? Нет ли среди них аффилированных с нынешнюю властью людей? Несмотря на карательное решение суда, 6 лет моей супруге, передача прав на нашего сына в соцзащите, я продолжу делать расследование и показывать то, что госканалы умалчивают. Каждый мой пост, каждое мое расследование после решения суда некоторые комментаторы называют местью. Это было бы правдой, если бы я не делал до этого расследование и вдруг ни с того ни с сего начал. Но это не так. Надеюсь, доживу до того времени, когда власти поймут, что СМИ это четвертая власть, и надо исправлять ошибки, а не устраивать репрессии. С Вами был Булатимиров. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш Патреон. До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok